Добрый день! В эфире программа «Живи и здравствуй». Здесь мы, как обычно, обсуждаем медицинские новости нашего региона, обсуждаем схемы лечения всевозможных заболеваний и, конечно, знакомим вас с самыми лучшими врачами, которым можно доверить своё здоровье. А начнём мы сегодня, как обычно, с сюжета из рубрики «Медицинский календарь». Вкусные и опасные в грибной сезон напомним о мерах безопасности. Шесть случаев отравления грибами и два случая ботулизма зарегистрированы в Витебской области с начала года. Первое правило любителей тихой охоты – не уверен, не бери. Вообще грибы являются особым пищевым продуктом. Это, скажем так, отдельное царство. Это не царство ни растений, ни животных. И характеризуется своими особыми признаками. Царство грибов очень большое. Но для человека именно с пищевой ценностью используются так называемые высшие грибы. Ну, всем известные белые грибы, потасиновики, то есть трубчатые грибы, пластинчатые грибы, которые делятся на, скажем так, группы пищевые. Что необходимо отметить, что очень большое внимание должно уделяться правильному сбору грибов, местам сбора, правильной технологии приготовления, хранения грибов и, конечно, правильному их употреблению. Отравления могут вызвать как ядовитые грибы, так и условно съедобные. И даже съедобные, если неправильно их собрать, приготовить и хранить. Свежие съедобные грибы – продукт скоропортящийся, поэтому обработку необходимо производить не откладывая. Готовить грибы как можно быстрее после сбора. Их длительное хранение недопустимо. Конечно, надо понимать, что все отравления грибами характеризуются на отравление именно ядовитыми грибами. Это очень опасное отравление. И они небактериальной природой считаются. И отравление грибами – бактериальной природой. К ней бактериальным отравлением, ядовитыми грибами, конечно, нужно отнести самое тяжелое отравление с последствиями вплоть до летального исхода – отравление бледной поганки. Бледная поганка считается одним из самых ядовитых, можно даже так сказать, грибом и у нас в Беларуси, и в целом в мире. Противоядия против бледной поганки нет. Но, к примеру, яд бледной поганки намного сильнее яда всеми известных ядовитых змей – той же кобры, герзы и так далее. И особенность этого яда, что он не разрушается ни по термической обработке, то есть ни при варке, ни при сушке и так далее. Поэтому особенность надо четко понимать, знать, чтобы этот гриб не попал в корзину и ни в коем случае не попал на стол. Кстати, все грибы, в том числе и благородные боровики, подберезовики, опята, маслята и лисички, считаются трудноперевариваемой пищей. Поэтому не рекомендуется их есть беременным и кормящим женщинам, детям, людям преклонного возраста и с нарушениями функций желудочно-кишечного тракта. Если характеризовать общие признаки клинические отравления грибами, конечно, нужно отметить, что инкубационный период бывает разный – от нескольких часов до, к примеру, до двух суток. Как правило, чем массивнее доза поступления, к примеру, вещества ядовитого, чем больше токсина, тем короче инкубационный период. К этим признакам относятся головная боль, выраженная головная боль, интоксикация, тошнота, рвота. Значит, относятся сюда жидкий стул, иногда даже с таким количеством характеристикой, как бесчёта. Кроме того, могут быть неврологические изменения. При ботулизме характерным признаком является, к примеру, двоение в глазах. Не приобретайте на рынке и с рук грибные консервы, герметично закрытые в домашних условиях, а также сухие грибы и различные салаты с грибами. Не пренебрегайте правилами приготовления грибов. Берегите своё здоровье и своих близких. Если возникают неожиданные и серьёзные проблемы со здоровьем, мы вызываем скорую помощь. Об этом знает каждый. И телефон скорой помощи мы помним. Все взрослые учат этому своих детей. Бывают в жизни скорой помощи такие периоды, когда ей приходится работать интенсивнее. Например, сезонный подъём респираторно-вирусных заболеваний, как сейчас. О том, как приходится работать в скорой помощи, сегодня поговорим в нашей программе. Через конкурсы профессионального мастерства проходят специалисты в самых разных сферах. И медицина не исключение. В конце сентября под Минском прошли четвёртые открытые республиканские соревнования бригад службы скорой медицинской помощи. Организаторами выступили Минздрав и Белорусский профсоюз работников здравоохранения. Участие приняли 17 врачебных бригад скорой медицинской помощи. На эти соревнования отбирались команды, которые прошли этапы в областях. Это лучшие команды, которые заняли первое место по учёту областных соревнований. В этом году соревнования получили статус международных. В числе участников были бригады Санкт-Петербурга и Волгограда. На протяжении нескольких дней команды соревновались в разных дисциплинах. Первый день сразу же по приезду, через несколько часов, так называемая базовая реанимация проводилась. То есть основные вопросы сердечно-лёгочной реанимации. Причём оценивали результаты базовой реанимации компьютерная программа. То есть личностный фактор был исключён. То есть это эффективность проведения закрытого массажа сердца, искусственной вентиляции лёгких. На второй день ночью соревнования продолжались. Был следующий этап – это работа скорой помощи в условиях ночи. И третий день – это остальные этапы, которые представляли все области нашей Республики Беларусь. Задания были смоделированы особым образом. И, как оказалось, не со всеми заданных ситуаций бригады встречаются в ежедневной работе. Ну, они максимально приближены к реальному. Я бы даже сказала не просто к реальному, а к тем, которые не всегда встречаются у нас в повседневной жизни. Были достаточно сложные задачи, ну, с которыми справлялись и не всегда справлялись. И выявлялись, выявлялся лучше. Определялись знания, умения работать в команде, теоретические знания. Ну, все моменты учитывались. Лариса Викторовна была приглашена в состав судейской коллегии. Будучи врачом реанимационной бригады, она, как никто другой, понимает важность слаженной, четкой работы команды. Ответственность, которая стоит за каждым решением. Время, которое буквально на вес золота. Это рост и развитие службы скорой помощи. Это отработка теоретических навыков. Это какие-то вообще оценка работе в команде. Это обмен опытом, что очень важно. Ну, это дух соревнования, когда ты стремишься быть лучшим, ты стремишься быть первым в своей профессии. Это важно. И Витебская область из года в год демонстрирует отличные результаты. У нашей команды два призовых места. Витебская область себя достойно показала. Мы единственная из областей, которые взяли два призовых места. Это врачебная бригада, которую представляла битовская бригада из города Орши. И фельдшерская бригада, которую представлял город Полоц. В течение трех лет мы ежегодно берем призовые места. Это было второе место, первое место, и вот теперь два вторых места. Так что со стабильностью нас поздравляли. У нас в студии сегодня Кристина Александровна Левщанова, заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской и мобилизационной работе Витебского областного центра скорой медицинской помощи. Здравствуйте, Кристина Александровна. Мы с вами встречаемся не в первый раз, и работа скорой медицинской помощи вообще на самом деле очень интересует наших зрителей, потому что без вас, ну, наверное, никто ни разу в жизни не обошелся. Наверное, к каждому человеку вы когда-то выезжали. Наверное, да. Наверное, так. Скажите, ну, вот мы все понимаем, ходим на работу, не знаю, общаемся, что сейчас люди болеют, многие болеют. Действительно, осень, и у нас так резко похолодало как-то. Это время подъема острых респираторных вирусных заболеваний. вроде бы простыли, может быть, там, какие-то вирусы присоединились, но насколько в вашей работе это отражается? В поликлинике понятно, а в вашей работе? В нашей работе это значительно отражается, увеличивается, конечно, количество обращений к нам за скорой помощью где-то даже в полтора раза, потому что, если посмотреть статистически, летом, ну, вот, начало осени, где-то в сутки в Витебской области на скорую помощь приходит около тысячи вызовов. То есть за сутки. В одном Витебске и Витебском районе около 400 вызовов. Вот. А в сезон повышения оно повышается где-то в полтора раза. То есть многих температур, вроде, как бы, все знают, как справляться, но вызовов действительно увеличивается. Становится больше. Да, становится намного больше. Вот. Конечно, многие и не нуждаются, как бы, именно в выезде бригады. Многие звонят и проконсультироваться. Многие даже, когда полчаса нас подождут, потому что вызов по высокой температуре относится к неотложным, снижается температура, ноги отменяют, но все равно наплыв именно на линию 103 очень большой. у нас, как бы, различают три повода вызова. Вот. Я хотела спросить, а что является поводом? Когда вызывать скорую? Вот. Самый страшный повод, когда у вас повышение температуры сопровождается одышкой, неприятным чувством груди, сдавленности, кашля, сильным кашлям, который не прекращается, и который появился на третий день, на пятый день, когда вы температурите. Тут может быть подозрение пневмонии. Повод к вызову – это в основном острое нарушение дыхания, и это считается экстренным приоритетом. Также самый такой тяжелый повод в основном для детей – это судороги. То есть на высокую температуру наши маленькие детки дают судороги. Это тоже экстренный повод к вызову. По поводу, если повышение температуры идет без каких-то таких очень серьезных симптомов, но да, человек переживает, где-то может человек не может снизить эту температуру самостоятельно. У нас есть три повода к вызову, они относятся к неотложным. Первый повод – это просто повышение температуры тела у детей до трех лет. То есть если мама уже в панике, не знает, что делать, этот повод по-любому есть, по-любому приезжают бригады. То есть за детками до трех лет у них риск и судорог, и всех, поэтому бригада приезжает. А вот какие цифры температуры обычно пугают? И вот вы понимаете, что да, Их начинают пугать еще с 37,5, потому что маленькие детки и некоторые даже позвонят за консультацией, они как-то и сами справляются, но в основном до трех лет мы стараемся к детям ездить все. долго разговариваем, беседуем с мамой, нужно, не нужно, все это выясняем, это до трех лет стараемся ко всем деткам, если они уже обратились к нам. Второй повод к вызову, это повышение температуры тела выше 38,5 у детей с 3 до 18 лет. При этом, если не помогли таблетированные либо сиропы, лекарственные препараты. Не снижается, вы чем-то сбиваете, а она... Вот тогда мы приезжаем, тот же осмотр, опрос, все это смотрится и пытаемся мы уже инъекционными препаратами снижать температуру. Вот. И третий повод к вызову, это к взрослым. Но у нас в регламентирующих документах там уже 39,5, которые не снижаются таблетированными препаратами. Слушайте, а мне казалось, что взрослые люди тяжелее переносят температуру. А вот получается, что у нас по регламентирующему... Мы не отказываем как бы и всем, но по регламентирующему вот этим документам мы выезжаем 39,5. То есть до этого диспетчер либо врач-консультант может дать попробуйте вот это принять, вот это сделать определенная процедура. Вот. Перезвоните там через полчаса, час. надо еще запомнить, что все препараты, которые мы принимаем внутрь, начинают действовать где-то через полтора часа. То есть за полчаса температуру сбить не... ну, как бы нереально. Организм, во-первых, и так работает в стрессовом режиме, то есть медленнее все всасывается, медленнее метаболизм, потому что не хочет распространять инфекцию по организму. Поэтому и таблетированные препараты для снижения температуры, они будут действовать дольше. Понятно. Тут надо немножко запастись терпением. И подкреплять это все обильным питьем. Так, в основном, скорая помощь никому не отказывает. Так. Теперь сколько времени едет скорая помощь? Объясните нам, пожалуйста, сколько ждать? Сколько таблетка пока подействует ждать? Мы уловили полтора часа. Теперь сколько ждать скорую помощь? Ну, вот первые два повода к вызову с острым нарушением дыхания и судороги это экстренный приоритет. Скорая помощь в городе пребывает в течение 20 минут. Если загруженности больше нет, то в течение 20 минут приезжает бригада скорой помощи. То есть эти вызова передаются в ближайшей, свободной любой бригаде. А вот неотложные повода которые варьируют температуры это неотложный приоритет. Если не объявлен эпид подъем, ну, то есть еще терпимые обращения, то это в течение часа. А когда официально Минздраву говорят, что действительно идет эпид подъем простудных заболеваний, то это уже регламент до 3 часов. Можно вот так ждать только скорую помощь. Да, потому что мы не успеваем. То есть экстренные вызова-то другие никто не отменял. Понятно. А тут еще сверху вот этот. Но если вот это время доезда скорой, да, по-моему, у вас есть такой термин доезд. Это время передачи вызова бригады. Доезд у нас всегда по городу должен быть 15 минут, на селе 30 минут. Хорошо. Так я скажу, от момента вызова, да, того, как принял вызов диспетчер в скорой помощи, до того момента, как приедет бригада скорой помощи, если этот период вот час, два и три часа, можно периодически звонить в скорую помощь и получать какие-то рекомендации, какие-то советы, то есть как действовать, пока мы ждем скорую помощь. То есть мы, если мы вызвали скорую помощь, это не значит, что мы должны положить трубку и лечь, и упасть в обморок, потому что мы ничего сделать не можем. Мы можем периодически туда звонить и консультироваться, что-то делать необходимое. У нас даже иногда диспетчера говорят, что, извините, вызовов сейчас много, вам придется подождать. Вы можете попросить консультацию врача-консультанта, вас переключают на консультанта, и он расскажет, что пока вы ждете скорую, вам нужно обильное питье или, может быть, обтереться, или может добавить еще какой-то препарат, или там малинника заварить, чая попить. Это все врач-консультация проводит. При этом вы можете не сразу эту консультацию запросить, вы можете попозже позвонить. По своим ощущениям, по необходимости по своей. И к нам можно за это время обращаться, а вдруг какое-то ухудшение, мало ли, мы же вас не видим, диспетчер тоже вас не видит. Поэтому малейшее ухудшение все сообщайте, потому что у нас есть возможность перевести ваш вызов с неотложного в экстренные. И тогда он пойдет в первой освободившейся бригаде по очереди экстренных вызовов. Да, если есть это. Плюс терпение, когда вас расспрашивают, надо отвечать на все вопросы четко, что беспокоит. Потому что забудете, что у вас там уже чуть ли не удушье, там вызывает родственник и не скажет про это. И получается, что вызов получается неотложный. И придется ждать. В общем, нужно стараться все-таки разговаривать с доктором, успокоиться и разговаривать с диспетчером так, как отвечать на те вопросы, которые он задает. Потому что это важно для того, чтобы врач к вам быстрее приехал. Кристина Александровна, надо посмотреть сюжет. Давайте посмотрим нашу рубрику «Спроси врача», а потом вернемся с вами, продолжим разговор. «Спроси врача» Если выходной или ночью вызвать скорую, бригада выдаст больничный. Если человек заболел в тот день, когда работают в поликлинике, значит, он обязан вызвать врача на дом, если это по поводу температуры, либо если это гипертонический криз, он должен обратиться самостоятельно в поликлинику. Даже если он вызовет бригаду скорой помощи, мы листки тренингспособности не выдаем. Здесь есть одно исключение. Например, человек работает посменно, он заболел вечером, ему нужно на работу. Значит, мы выдаем в таком случае, если бригада приезжает, выдаёт справку постфактум. Но для этого пациент должен сориентировать фельдшера бригады либо врача, что ему нужно на работу значную смену. Сотрудник бригады укажет это в карте вызова, затем придёт в поликлинику справка о том, что был такой вызов, и это будет являться основанием для выдачи больничного листка. Если же пациент всё-таки вызвал бригаду скорой помощи в рабочие часы поликлиники, но не обратился в поликлинику по каким-то причинам, значит, в таком случае пациенту будет дана выписка. Только это будет оправдательный документ для предоставления по месту работы, но не будет являться основанием для выдачи больничного листа. И еще расскажу, что за справками не нужно ехать в наш центр. Справка отправляется по электронной почте, поэтому пациент должен сообщить, конечно же, корректно номер поликлиники, куда он обращается. За выпиской надо обращаться лично с паспортом в течение пяти рабочих дней. Бригада скорой помощи выпишет рецепт. Ну, очень часто мы сталкиваемся, да, пациенты просят назначить нам лечение. К сожалению, мы не знаем всех данных, там, сопутствующих заболеваний пациента. То есть лечение основное назначает все-таки участковый терапевт. Бригада может только порекомендовать прием каких-то препаратов до того момента, как пациент обратится к своему лечащему врачу. Рецепты бригады тоже не выписывают. Укол бригады скорой помощи лучше снижает температуру тела. Ну, это такой распространенный миф, конечно. Уколы, то есть это внутримышечные инъекции. Это всего лишь путь введения препарата. Как правило, если это касается температуры, мы вводим жаропонижающее средство. То есть аналогично вы можете принять таблетированные формы, действие будет аналогичное. Поэтому это, конечно же, миф. Чтобы снизить температуру тела, можно натереться водкой или спиртом? Тоже распространенное такое заблуждение. Спиртом однозначно не нужно делать. Водкой, если только в пропорции два к одному, да, то есть развести две части воды, часть водки, просто растереться это с целью физического охлаждения. А лучше просто прохладной водой. Чтобы снизить температуру тела, можно укутаться теплым одеялом и хорошо пропотеть. Этого делать категорически нельзя, потому что получается, так называемый, парниковый эффект и дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Наоборот, нужно раскрыть пациента. Ну, если высокая температура не снижается, я уже говорила, можно прохладной водой растереть, либо водкой разведённой в пропорции два к одному. Конечно, уже кровать категорически нельзя пациентам. Возвращаемся к нашему разговору с Кристиной Александровной Левщановой. Мы сегодня говорим о работе скорой медицинской помощи в сезон подъёма заболеваний острых респираторных вирусных заболеваний. Кристина Александровна, скажите, пожалуйста, ну вот мы все понимаем, что если что-то случилось, да, скорую мы вызываем, ждём, дождались, доктор приехал. А вот скажите, вы как, ну, я не знаю, администрация вашего центра, у вас есть какая-то возможность, ну, я не знаю, отследить, понять, вот насколько действительно вот правильно и качественно был принят вызов? Как работала бригада? Как она, я не знаю, там, оказывала помощь? Вот, я не знаю, пациент, там, доволен, недоволен, а доктор-то должен как-то понимать, как всё это происходило. Возможности это, конечно же, у нас есть. Во-первых, все записи звонков, то есть опросов пациентов, когда звонят на линию 103, записывают. Заведующий того же оперативного отдела, любой администратор, который проводит оценку качества, у нас, во-первых, проводится приёма вызова, и прослушаются данные записи. Соблюдён ли алгоритм, этично ли себя вели диспетчера, всё это можно... А этично ли себя вели пациенты? Ну, на то, как этично вели себя пациенты, мы уже, как люди подготовленные психологически ко всему, стараемся не обращать внимания, да, где-то утихомирить, где-то это... Бывает по-всякому, да? Бывает по-всякому, контингент, к сожалению, звонит нам разный. Но ещё и волнуются люди, это тоже бывает. Многие волнуются, когда волнуются, вообще вопросов нет, да, они могут на крик сорваться, это абсолютно ерунда. Но когда пытаешься в нетрезвом состоянии человека добиться хотя бы адрес, когда они нецензурно выражаются, там надо терпение, потому что мы всё-таки тоже люди. Безусловно, что вы. Оценку качества оказания медицинской помощи также проводится на месте, но у нас пока по медицинским документам. Сейчас появилась возможность проводить оценку качества по видеозаписи. Министерство здравоохранения утвердило положение о персональных видеорегистраторах для бригад скорой помощи. То есть к нам будет приезжать доктор, у которого на груди будет висеть видеокамера, или там фельдшер, или сёстры? Да, на груди будет висеть видеокамера. У нас на нашем оранжевеньком или сереньком чемоданчике будет надпись, что ведётся видео-аудиорегистрация. Насильно никто никого снимать не будет, об этом бригада предупреждает, что ведётся. Если там уже человек, ну, уже совсем не хочет, чтобы он не попал никуда, ни в какую камеру, у нас будет только аудиозапись, то есть разговор. Есть возможность в видеорегистратора убрать видео. Я сразу предвижу вопросы всех пациентов. Ну, послушайте, больной человек, понятно, что он не в самом презентабельном виде, да. И, во-первых, ну, в конце концов, нужно задрать майку, задрать свою ночную рубашку. Человек без одежды, человек может быть, я не знаю, там в обмороке, человек лежит, человек, ну, непрезентабельный вид. И, возможно, кого-то это будет, ну, смущать. Ну, во-первых, это не будет, это будет пользоваться для, во-первых, правоохранительных органов, мало ли конфликтной ситуации, которые дошли до правоохранительных органов. А во-вторых, этим в основном в разборе обращения по этике. Ну, понятно, да. Там аудио. И это не выходит никуда. Это хранится на защищенном сервере. И эта запись вообще никуда. Туда допущено будет, к этой записи, минимальное количество людей. И, поверьте, нас не будет интересовать вид. Нам главное, чтобы... Вас-то не будет. Врач оказал вам правильно помощь. Вот. И при этом это все-таки и защищает врача от нападок многих. Безусловно. Мы с вами не раз говорили о том, что бригада скорой медицинской помощи может подвергаться вообще невероятным испытаниям во время вызова, там, начиная от, я не знаю, каких-то домашних животных и заканчивая вообще там бог знает чем. И, безусловно, я не знаю, какое-то хамство или какая-то ситуация конфликтная. Она имеет место быть. Бывает. Бывает, да. Ну, вот здесь этический момент, конечно, тоже такой важен. Ну, я вам скажу, что в городе Полоске уже с видеорегистраторами работают давно. И нормально. Все привыкли. Все привыкли, да. Сначала была настороженность. Где-то просили выключить. Но момент в том, что когда у врача висит видеорегистратор, АКГ снимает фельдшер. Ну, то есть он не будет целенаправленно смотреть на пациент. Крупным планом снимать то, что не нужно. То есть фельдшер делает свою работу. Врач смотрит как раз-таки в аппарат АКГ. Ну, понятно. Тут много будет обсуждаться и обучение проводится. Я знаю, что город Минск уже тоже начали работать с видеорегистраторами. И поэтому вроде как пока до конфликта из-за этого не доходило. Прямо я вспомнила прекрасный фильм «Собачье сердце», где есть там такая цитата. Это не от недоверия к вам, это только из соображений безопасности. Да. В общем, это из этой серии. Ну, хорошо, Кристина Александровна, с видеорегистраторами понятно, но я вынуждена опять вас прервать, потому что наша следующая рубрика «Фитоаптечка». Давайте мы сейчас ее посмотрим, потом с вами вернемся к разговору о острых респираторных вирусных инфекциях. Хорошо? Природа – это неиссякаемый источник энергии, здоровья и долголетия. Сам того не осознавая, человек подпитывается ее целительными силами круглый год, независимо от времени года. Неудивительно, что знающие люди лето и осень проводят за заготовкой ценнейших лекарственных растений, а белорусская природа сама подсказывает, на что нужно обратить внимание. Аня, о каком лекарственном растении сегодня мы расскажем нашим телезрителям? Сегодня мы расскажем о кизиле. Сережа, знаешь, что это за растение? Конечно, сейчас расскажу. Кизил – это дерево или кустарник со съедобными красными ягодами, высотой примерно 4-5 метров. Название кизил происходит из тюркского «кызыл» и означает «красный». Кизил растет в Средней Азии, Крыму, на востоке Европы, а также в Италии и Франции. Созревает в конце июля, но сбор начинают ближе к осени. Его красивые и довольно крупные ягоды имеют уникальный химический состав. Его можно использовать не только в качестве продукта питания, но также и в лекарственных целях. Кизил отличается высоким содержанием глюкозы и фруктозы. Употребление в пищу ягод и приготовление из них блюд, а также настоев и отваров кизила, тонизируют и очищают организм от шлаков и токсинов, нормализуют обмен веществ и помогают работе желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы. Особо стоит отметить пользу кизила в лечении простудных и вирусных заболеваний. Отвары и настои ягод оказывают выраженные, бактерицидные, противовоспалительные и противовирусные эффекты, а также снимают повышенную температуру тела, повышая защитные силы организма. Биологически активные компоненты, входящие в состав ягод, термализуют артериальное давление и предупреждают атеросклероз. Сила кизила и в большом содержании витамина С, ответственна за синтез коллагенов в клетках кожи, усвоение железа, профилактики цинги и поддержание иммунной системы. В 100 граммах ягод содержится около 86 миллиграммов аскорбиновой кислоты. Это почти 90% суточной нормы. Многие, кто бывал на юге, знают, как много прекрасных напитков получается из этой ягоды. Самый простой способ – приготовить из них компот. Вкусный, ароматный, полезный – это настоящий заряд витаминов и энергии, от которого не откажутся и взрослые дети. Но можно использовать кизил и в качестве лекарственного средства. Сырьем кизила являются плоды. Если вы собираетесь использовать их в лекарственных целях, то собирайте их, когда они еще не дозрели и имеют светло-красный цвет. Чтобы запастись высушенным кизилом, его необходимо для начала промыть. Далее переложить на поддон в один слой. Не забудьте предварительно застелить поддон бумагой. Разместите заготовки в сухом и хорошо проветриваемом помещении так, чтобы солнечные лучи не попадали на ягоды. Можно и купить сырье, ведь не у каждого на даче найдется такой куст. Кизил в нашем регионе продают ближе к концу лета, в начале осени. Но напоминаем, что покупать ягоды, впрочем, как фрукты и овощи, нужно в установленных местах, там, где безопасность продукта будет гарантирована. А сейчас мы расскажем вам, как правильно приготовить отвар из плодов кизила. Берем две столовые ложки ягод, засыпаем их в кастрюлю и заливаем одним стаканом воды. В предыдущих выпусках мы показывали, как правильно настаивать на водяной бане. Думаю, вы, уважаемые телезрители, запомнили. Поэтому помещаем наш отвар на водяную баню на 30 минут, 10 минут охлаждаем, а затем процеживаем наш отвар готов к употреблению. Заваривайте кизил правильно и будьте здоровы! Скажите, пожалуйста, если всё-таки мы будем говорить о вашей работе вот в сезон именно респираторных вирусных заболеваний, то время, пока мы ждём скорую помощь, можем ли мы что-то самостоятельно делать, и что мы можем делать для того, чтобы облегчить своё состояние или своего родственника, и не, так сказать, навредить здоровью? Во-первых, чтобы не заболеть, желательно проводить профилактические меры. Я думаю, после нашествия коронавирусной инфекции много запомнили, что надо и маски где-то носить, и перчатки, и обрабатывать руки. Но хотелось бы напомнить. Всё-таки общественные места, я даже попрошу не всех поголовно их носить, а те, кто приболели. То есть у кого уже начались симптомы, но на больничный мы пока не идём. То есть поберегите окружающих, оденьте маску. Также не забываем мыть руки после общественного транспорта и после общественных мест перед едой в обязательном порядке. Обязательно моем руки. Антисептиков сейчас и антибактериальных, мыльных растворов целое море. То есть обрабатывайте, смотрите за детками своими, потому что дети всегда забывают. Детям надо напоминать, дети в коллективе всегда находятся. Поэтому заболеваемость больше всего начинается среди детей, потом уже переходит на взрослых. В основном дети приносят нам, чем мы им. Избегать переохлаждения. Сейчас начался сезон дождей, сейчас прохладно, переохлаждения надо избегать. Если уже промочили ноги, переохладились, придите домой, погрейте ноги, попейте горячего чая, то есть согрейтесь. Не надо только сразу в кипяток залазить. Все постепенно, теплая вода, теплый чаек, согрелись где-то пледик на плечи. И тем более сейчас в квартирах становится тоже прохладно, пока начнется топительный сезон. В этом просьба, потому что если соблюдать меры предосторожности, то во многом много чего много избежать. Если вдруг появились признаки острых респираторных вирусных инфекций, это как насморк, чихание, недомогание, слабость может быть, повышение температуры, даже незначительное повышение температуры. Это уже признак того, что можно начинать принимать противовирусные препараты. У нас есть много противовирусных препаратов. Один из известнейших – это ремонтодин. Им инфекционисты пользуются. Они и противовирусные, и противогриппозные в основном. Он можно как и в профилактических целях начинать принимать, так и уже и в лечебных. Схема, инструкция расписана прямо хорошо. Можно начинать, потому что в основном противовирусные препараты начинают действовать лучше, начинать принимать с первых симптомов простуды. Не затягивать. Где-то начали чихать, кашлять. То есть, понимаете, что что-то... Может на завтра и температура появится. Лучше уже не затягивать. По поводу снижения температуры тела. Раньше был, даже как легенда, миф, что ниже 38,5 температура не снижается. Снижается любая температура, если вы чувствуете себя плохо. В смысле нужно снижать? Да, снижайте. Потому что если вы будете лежать разбитым, с сильной головной болью и ждать, пока она дорастет до 38,5, вам же и хуже будет. Спасибо вам большое. Потому что самочувствую это, потому что... Спасибо вам большое за то, что вы это сказали. Слушайте, и люди же по-разному ее переносят, температуру. Тут мы были вот энциклопедически настроены, что лучше не надо. Да, там организм благодаря этой температуре борется. Но если настолько себя плохо чувствуешь, зачем мучиться? Вот я мучаюсь, теперь перестану. А особенно смотреть за детьми, у которых уже были фибрильные судороги. Там даже рекомендуют с 37,6 уже снижать деткам температуру. У людей, особенно у которых страдает эпилепсия. Не надо дотягивать до 38. Да, организм борется таким способом. Но это сказывается на сосудах головного мозга. То есть может вызвать тот же приступ эпилепсии. То есть нужно смотреть по самочувствию. По самочувствию, да, по ситуации. Если человек плохо переносит температуру, если ему нехорошо, то дело не в цифрах, а в том, как он себя чувствует. Хотелось бы еще обратить внимание, что для тех людей, которые не то, что следят за своим здоровьем, боятся именно, боятся за свое здоровье. Что, да, ковид нам показал очень много. И люди боялись такого диагноза, как пневмония. Хочу предостереть, что если вы заболели, появилась температура, что в первый же день пневмония не развивается. Да, есть бессимптомная пневмония, но они тогда будут вообще без температуры, без ничего, только с одышкой. И без кашля. Просто одышка, слабость, может быть, и все. Но если вот наши сезонные вирусные инфекции, то это заподозрить ее можно где-то уже третий-четвертый день. Мы даже предлагаем сразу госпитализацию на обследование, потому что если держится, тем более, температура под 40, 39-40 вот это, и плохо сбивается. Первые дни не надо ночью искать врача, чтобы его срочно послушали. Вот это моя просьба, потому что это просто приедет врач, послушает ваше дыхание и уедет. Больше же получается ничего. К терапевту мы все-таки можем попасть в поликлинику, и там и послушают, и знают ваши все хронические заболевания, и если там были какие-то изменения легких, они будут более информативны, чем бригада скорой помощи в первый день. Понятно. Да, вот это честно. Ну и понятно, да, то есть пневмония сразу не развивается, и послушать имеет смысл. Ну, безусловно, скорая вас послушает, да? Да, это не откажем. Но что касается пневмонии, имеет смысл послушать уже через какое-то время, если симптомы продолжаются, температура не спадает и так далее. Ну, тем более в поликлинику все равно обратиться за больничным листом надо, потому что ходить с температурой на работу – это не то, что чревато для себя, это заражать всех еще вокруг. Это не надо, да, не тем, кто вокруг, не самому. Это я скажу вам. Осложнения могут быть и все остальное. Но в плане того, чтобы поднимать панику из-за температуры в первый день, не надо. Спокойно принимаем препараты, пьем водичку, чаек и все. И всему относимся спокойно, потому что нервы ухудшают состояние. Ну и если мы понимаем, что сами не справляемся, мы, безусловно, можем звонить в скорую медицинскую помощь, мы можем и должны рассказывать там обо всех своих симптомах, отвечать на все вопросы. И дальше либо нам дают какие-то советы, и мы помогаем себе или своим близким, либо к нам приезжает доктор и нас осматривает. И все спокойно развивается по схеме. Мы немножко поболеем, а потом поправимся. Кристина Александровна, спасибо вам большое за то, что пришли. Время нашей передачи унеслось. Мы с Кристиной Александровной с вами прощаемся, но вы еще посмотрите сюжет из рубрики «Жизнь замечательных врачей». Ну, врач-консультант, бригада – это помощник. Мы направляем, стараемся корректировать, помогаем. Где-то что-то, может, не хватает или что, подкорректируем, но чтобы правильно и в полном объеме оказать помощь. Врачом я мечтала быть с самого детства. Насколько я себя помню, после окончания мединститута, он тогда назывался Витебский медицинский государственный институт, я по распределению попала в Десну, районную больницу. Отработала там свои два года, вернулась в Витебск, и вот попала сюда на скорую помощь. Сначала выезжала в линейной бригаде, потом в бригаде интенсивной терапии. Поступает звонок 103, диспетчер выясняет обстоятельства, какие жалобы, какие что. Записывает вызов, вызов поступает на экран на компьютере. Ну, у нас это все контролируется, мы это смотрим все. Если это экстренный вызов, значит, нам в течение пяти минут надо этот вызов передать битовской бригаде, в зависимости от того, какие там жалобы были. Вот прослеживаем путь. Бригада выехала, мы это видим, бригада на вызове. Если что-то на вызове, значит, звонят мне, диспетчеру, руководителю смену. Мои обязанности входят консультировать бригады, бригады, которые на линии, фельдшерские бригады, молодые специалисты, которые приходят к нам. В общем, начиная от постели больного, да, выясняем клинику, постановка диагноза, оказание помощи в полном объеме, при необходимости транспортировка и госпитализация и до передачи в специализированный центр, вот мы все ведем с бригады этого пациента. Ну, в таком ритме, ну, это уже, скорее всего, образ жизни. Вот скорая помощь, это вот мое, это как-то день у нас дежурства, день, ночь, день, ночь, и просто вот это уже живешь этим. И на линии у меня были случаи такие, мы приехали на вызов. Мужчина 46 лет, молодой, рассказывает клинику как бы инфаркта, мы снимаем электрокардиограмму, вот, смотрим инфаркт, мы еще с ним разговариваем, и тут он дает нам клиническую смерть. И вот мы тут очень быстренько сработали, его на пол, начали реанимацию, несколько раз проводили электроимпульсную терапию, но мы его вернули к жизни. Вот он нам рассказал, что он видел там. Вот, ну, вот поняла, что это как-то мое, это одно. Второе, вот сейчас, когда я врачом-консультантом, вот когда у нас с бригадой все получается, все как положено, мы сдаем пациента, передаем в центр специализированный, ну, какая-то радость на душе, что вот мы сработали. Работали, ну, вот так вот, я же пошла, медицина, это же милосердие. Ну, те, которые вызывают помощь, у меня просьба к ним будет одно и пожелание, чтобы четко, по возможности, называли адрес, называли то, что их беспокоит, вежливо, точно так же, как и наши диспетчера, четко отвечали на вопросы диспетчеров, потому что от этого зависит бастерта приема вызова, от этого зависит, как быстро выйдет бригада на вызов, вот, ну, и по возможности встречали бригады, чтобы было уже все готово, чтобы бригада приедет, чтобы и дверь была открыта, и все, ну, вот, и чтобы были здоровы, самое главное. Редактор субтитров А.Семкин